Так, так, так. Посмотрим. Олень отвернулся от кормушки с ягелем и сказал. Слышь, старый, может не поедем никуда в этом году? Зима-то посмотри, какая, одно недоразумение, ни снега тебе, ни метели. Полозья только попортим на асфальте этом. Московское время 8 часов. Да я бы и рад. Как же детишки бедные без подарков останутся. Жалко сорванцов. Ха, нашел кого жалеть. Ну вот раньше как было славно помнишь. Письма они такие добрые, честные писали. И подарки были полегче, бюджетнее. А сейчас каждому компьютер навороченный подавай, ноутбук, мобильник, домашний кинотеатр. Увези все попробуй. Санта-Клаусу-то вон давно и машину и вертолет выписали. Так сказать, для оперативности доставки подарков. И негра из Гарлема дали, чтоб по трубам лазил и не пачкался. Одни мы с тобой, как два дремучих, по старинке, на санях. Зато экологию не портим. А негра того в позапрошлом годе пристрелили. Мальчонка в отца бутыль джина и пистолет из шкафа позаимствовал и сел ждать. А тут вместо Клауса, африканец из старого былого носа. Парнишка в него то ли с испуг, то ли с перепою всю обойму и выпустил. Ни за что погиб, сердечный. Работа у нас такая. А в позапрошлом году помнишь, как нас какие-то алкаши с наклеенными бородами избили. Все орали, что мы конкуренты. Снегурке даже досталось. А встречали нас раньше, как дети от городских ворот за санями бежали. Ты закусывай давай, а то будешь как в прошлом году у гаишников дорогу спрашивать. Да еще как спросил, простите, сударь, не соизволили бы вы. Тьфу пропасть. А лейтенанта Харитонова до сих пор из веселого дома не выписали. Все разговаривает он с кем-то, то с птицами, то с белочками. Дедушка, а дедушка, тут с гидрометеоцентра звонили. Сказали, что с 31 на 1 снега много будет. Будет он, жди, такая большая, а в сказки верит. Цыть. Закусывай ягелем быстро, а то окосеешь в конец, сахатый. Ха, я не сахатый. Сахатые лоси, а мы, олени, животные благородные, тонко чувствующие, с высокими побуждениями. Это ты, намедни, от высоких побуждений мне под дверь удобрений наложил? Али от большого благородства? А нечего меня было кормить этой дрянью из супермаркета. Туда положат черт знает что и напишут. От этого корма у вашего оленя будет блестеть шерсть и ветвица рога. А от него только диарея случается в неподходящий момент. Послал бы снегурку ягеля набрать, а то сидит целыми днями в чатах. Да пусть. Дело то, молодой ли. Да, Али. Что? Скоро начало? А как там с пробками в Москве? Дороги свободны, говорите? Хорошо, уезжаем. Собирайся, дружок, поедем. Кто поедет? А кому реактивы копытами месить? Снегурка, уезжаем. Ну, на пасашок? Давай, на дорожку. Да ты бы взял с собой всю бутыль. От этих же не дождешься, пока рюмочку поднесут. А так все вам со снегуркой ехать повеселее будет. Тридцать первого. Несмотря на обещания синоптиков, шел дождь и было плюс семь. По совершенно пустому ленинградскому проспекту, утопая в грязно-серой массе, когда-то гордо именовавшейся снегом, уныло тащились сани. В санях сидел бородатый старик с большим мешком и молодая девушка, распахнутой на стеж дубленке. Олень то и дело дрыгал ногой, чтобы стряхнуть с копыт химическую субстанцию. При этом во всю силу издевательским голосом выводил. Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня моего коня.